И вот охотники возвращаются. Щенки облизывают мордой вожаку и другим охотникам, выпрашивая еду. И взрослые отрыгивают мясо недавней жертвы. Из-за преследования человеком популяция африканских диких собак находится в опасности. В некоторых местах они уже просто исчезли. Однако в последнее время появилась надежда на сохранение этих животных, поскольку к ним привлечено внимание общественности и ведутся работы по размножению их в неволе. Родословное некоторых африканских диких собак восходит, возможно, не к волку, а к шакалу, как в этом случае. В Африке находят остатки скелетов серебристого шакала около окаменелых останков человека, возраст которых насчитывает около двух миллионов лет. Наиболее удачливыми членами семейства собак являются лисицы. Они проживают от пустынь Южной Африки до самой Арктики. Их можно найти и на склонах Антского хребта в Эквадоре. Это лисица Паруму. Легкая и подвижная, она прекрасно охотится на кроликов и грызунов. Но зачем охотиться, если подворачивается падаль, которую нужно убрать? Павшая лошадь становится прекрасной пищей. Не брезгует ею и красноспинный ястреб. В совершенно других условиях живет арктическая лисица. На это еще осталась толстая белая зимняя шерсть, которая скрывает ее в снегу. Шерсть растет даже на подошвах ее лап. И она начинает мерзнуть только при морозе минус 70 градусов по Цельсию. Крошечная серая лисица достигает всего лишь 22 сантиметров в холке. И живет она от Канады до Венесуэлы. Когти у нее, как и у кошки. И она прекрасно лазит по деревьям, в отличие от других лисиц. Здесь, в Белизе, на Карибском побережье Центральной Америки, она разоряет гнездо пересмешника. А в каменистой полупустыне Южной Африки живет южно-африканская лисица. Она хорошо приспособилась к жаркому климату. Длинные уши пронизаны кровяными капиллярами и являются своеобразным радиатором охлаждения. А когда в пустыне Калахари садится солнце, там появляется другая африканская лисица. Она охотится за скорпионами. Ее огромные уши, как радары, улавливают малейший шорох. Лисица с ушами летучей мыши – единственная в семействе, кто специализируется на питании насекомыми. Рыжая лисица тоже ест насекомых, но только тогда, когда ей не хватает кроликов. Это, наверное, самая распространенная из лисиц. Ее можно найти в Арктике, в пустынях Центральной Америки, в Европе и в Азиатских степях. А вот это – из Британии. Подобно своим арктическим собратьям, они прячут излишки пищи, а потом выкапывают по мере надобности. Именно этим объясняется, почему рыжая лисица устраивает настоящую резню, когда попадает в курятник. Она, очевидно, надеется спрятать лишнюю добычу, и только потом убеждением и дорогам. Из-за этого численность многих диких животных постоянно сокращается. Но рыжая лисица не растерялась и стала шустрой городской жительницей. В английском городе Бристоле Табета Ньюман уже три года изучает феномен городских лисиц в рамках исследовательской программы Бристольского университета, которая действует с 70-х годов. Вот она устанавливает ловушку в саду добровольца и кладет приманку в кусочек цыпленка. Она помечает пойманную лисицу и теперь может узнать ее, если встретит еще раз. Считается, что лисицы начали проникать в города еще в 30-е годы. Но другие говорят, что это произошло после того, как однажды эпидемия почти уничтожила кроликов в 50-х годах. Как бы там ни было, с 60-х годов в Бристоле легко встретить лисицу после наступления темноты. Тобета продолжает ставить свои ловушки и ее волнует тот факт, что популяция лисиц драматически снижается. Одно время на квадратном километре жило 33 лисицы, но в течение двух лет почти все лисицы погибли от чесотки, переносимой клещами. И сейчас в Бристоле осталось лишь 3% от прежнего лисьего поголовья. Посмотрев на эту метку на ухе, Тобета может сказать, что это абориген, самец, у которого две самки на этой территории, и у обеих есть потомство. Он заболел чесоткой, но жители спасли его, подкладывая в куски пищи гомеопатические средства. Кажется, лечение помогло. Тобета удивляется, как медленно при всей этой помощи восстанавливается поголовье лисиц после эпидемии чесотки. С наступлением темноты она выходит на поиски животных. На некоторых взрослых лисиц надели ошейники с радиопередатчиком, каждый из которых работал на своей чистоте, так что Тобета могла распознавать различных особей и нарисовать схему и площадь их обитания. Каждая встреча тщательно фиксируется. следуя за самкой, Тобета находит лисенка, который пока еще слишком мал для ошейника. Выглядит он здоровым, а Тобета понимает, что мать где-то поблизости. У Тобеты такое же оборудование, как в известной игре охота на лис. А с помощью инфракрасной камеры мы видим мать, которую Тобета слышит. Она нашла себе еду. Теперь нужно занести на схему координаты этой лисицы. На следующий день Тобете позвонил один из ее добровольных помощников. Приманка сработала и в ловушку поймалась маленькая лисица. Наверняка она родилась в городе, скорее всего в садовом домике. Она уже умело использует все доступные ей ресурсы, питается остатками еды, а осенью ест упавшие с деревьев плоды. Но она тоже еще слишком мала для радиоошейника. Но пометить ее нужно. А потом этого лисенка отпустят на волю, так что исследование брестольских городских лисиц будет продолжаться. К сожалению, лисы являются переносчиками одной из смертельных болезней, бешенства. А знаете ли вы, что распространение бешенства в Западной Европе сдерживается так? Вакцина впрыскивается в кусочки рыбы и их разбрасывают повсюду, часто даже с воздуха. Последняя наша остановка в Северной Америке, в Йеллоуфстонском национальном парке. Гейзеров здесь гораздо больше, чем в любом другом месте Земли. И это место можно было бы считать геологической горячей точкой, если бы не суровые морозные зимы. Но члены семейства собак живут и здесь. И они тоже являются объектом долгосрочных исследований. Североамериканские койоты меньше и легче волков. И они живут более мелкими и неустойчивыми стаями. Вы можете подумать, что это недостаток. Но несмотря на все старания человека за последние несколько лет уничтожить их, койоты все равно выжили, а волки нет. В итоге некоторые люди начали думать, что койоты самые умные в семействе собак. Надвигается буран, и койоты должны решить то ли продолжать поиски пищи, то ли переждать ненастье. Толстые зимние шубы прекрасно защищают от холода. И койоты решили остаться на месте, просто свернувшись в клубочек. Их стойкость и выносливость столь велики, что когда буран проходит, тучи рассеиваются, койоты просто откапываются из-под снежного покрова. Едва выбравшись наружу, койот тут же начинает искать себе пищу. И находит ее неподалеку. Пятеро лебедей-трубачей тоже откапываются после бури, но гораздо медленнее койотов. Вода в реках и озерах зимой не замерзает, благодаря просачивающимся снизу теплым источникам. И они становятся отличным убежищем для лебедей. Но вот один лебедь замешкался дольше других. Может быть, он болен. Он на территории койотов. И если не поторопиться, то жизнь его сочтена. Сочтена. Лебедь-большое, сильное существо. И он пытается дать отпор. Но, к сожалению, силы были неравны. Тем временем, другие койоты успели освободиться и нашли себе пропитание размером поменьше. Волков вновь расселили в Йеллоустоне в 95-м. Предполагали, что они смогут повлиять на койотов, и численность койотов на самом деле уменьшилась. И сейчас есть надежда, что волки и койоты прекрасно уживутся в этом замечательном, неповторимом месте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...